Здравствуйте, уважаемые телезрители! На первом альтернативном Бурятии программа «Открытый эфир» я, Владимир Банчиков. Сегодняшний гость нашей программы Александр Гоманов, практик буддийского учения Закчен, научный исследователь истории Тибета. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы выпускник Санкт-Петербургского государственного университета. Как вы пришли к буддизму? Что у вас привело? В течение многих лет я пытался понять, что является источником моих эмоций, моего счастья, моего страданий. Что является той причиной? Кто такой я? Что такое мое состояние? И я пытался найти это в каких-то научных работах, еще в чем-то, но не нашел. Но когда в 1994 году приехал тот человек, который я называю своим учителем, Чигялнам Кайнарбу, я пришел к нему, я послушал его наставления, я попытался применять их практически. Мне показалось, что на тот момент, что я обнаружил, что является корнем или основой моего состояния. То, что в буддизме называется природа Будды или основа, вот так я пришел к этому. А именно заинтересованности в учителе, в первую очередь, или все-таки в учении, или личности в буддизме, она играет же какую-то роль? Они не раздельны. Когда мы говорим Будда, Дарма и Санг, Будда это то, где это учение? Это учитель, в данном случае, да, потому что он может нам что-то сообщить, подобно тому, как, чтобы научиться водить машину, нужно пройти курсы. Можно, конечно, спонтанно научиться это делать, но не так просто. Нужен какой-то учитель, который человек, который мог меня познакомить с этим. А Дарма или учение, это то, что я изучаю, как к этому прийти. А Санг это круг людей, например, которые сотрудничают вместе со мной, и мы помогаем друг другу развиваться. Идем вместе по этой дороге. А почему именно в Бурятии? У нас буддийская республика из-за этого. Почему вы не, вот, вы называете себя инструктором. Инструктор буддизма, для меня это несколько так, звучит необычно. А почему не в каких-то других регионах не буддийских, или вы тоже выезжаете в небуддийские регионы? Я выезжаю в небуддийские регионы, я выезжаю в те места, например, где есть ученики Чугиалнамкая Нарбу, да, так скажем, мастер Адзакчена. И там я им помогаю как-то освоиться с тем материалом, который передает им учитель. Помогаю им объединить это жизнью, как-то, если они хотят это сделать. Все зависит от их желания. Меня пригласили сюда, я приехал. То есть, я не сам езжу, потому что я хочу. Есть запрос, я приезжаю. У вас здесь есть свои ученики, то есть, ну, как бы, своя школа, да, получается? Это ученики моего учителя Чугиалнамкая Нарбу, то есть, это его ученики, да, так скажем, а я просто помогаю им, еще раз хочу сказать. А вот он сейчас жив, аж учитель? Он жив. А где он живет? Он ездит по миру, он дает учения, он не живет на одном месте где-то, как были вот когда-то в Тибете йоги странствующие, вот они ездят и дают учения в разных местах, он ездит по миру. А почему именно вот это учение? Насколько я знаю, у буддизма 18 учений, да, как течение, как их можно назвать, не знаю. Почему именно вот вы выбрали это? Потому что я понял, что я могу это применить в своей жизни и продолжать работать. Мне для этого не нужно становиться монахом, мне для этого не нужно, потому что дзакчен это состояние каждого. В переводе с тибетского дзокпа-ченпо, это полное совершенство, и это истинная природа каждого человека. Как в буддизме говорится, каждый человек по природе своей Будды, то есть пробужденный. И поэтому дзакчен это не школа даже, да, это само состояние человека, оно истинное состояние каждого человека. Это не традиция, ни книга, ни школа. Но передается он в традиции тибетского буддизма, например. И вот вы, у вас много здесь последователей или учеников? Ну, последователей Чигялу Накайя Нарбу здесь, ну, человек 200 в Бурятии, может быть, чуть больше. Вы с ними общаетесь как часто? Ну, я приезжаю раз в год, когда меня приглашают сюда, да, так скажем, где-то раз в год я сюда приезжаю. Ну, они сами ездят на семинары Чигялу Накайя Нарбу или слушают его лекции по интернету, так скажем, да, то есть они общаются, у них тоже есть аспект коммуникации. А вот вам не кажется, что все-таки буддийская религия, да, церковь, да, она несколько вот, ну, разобщена между собой, или так это должно быть? Вообще-то, вы знаете, в 18-19 веке была такая школа буддийская, она даже не школа направления, она называлась Риме, за пределами как бы ограничений школ. И как раз вот эта истинная природа, она одна и та же. И это, кстати, большой вопрос, сотрудничество между разными буддийскими направлениями. Это очень важно. Я про это и спрашиваю. А как сотрудничать? Понимать, что мы делаем одно и то же дело, но немножко разные подходы. Вообще говоря, есть два вида путей. Подводящий и прямой. По-тибетски называется джандо и нэдэм. Нэдэм — это прямой путь, прямой смысл, да, а джандо — это подводящий путь. И нужно понять, каким путем мы следуем. Да, если мы следуем подводящим путем, мы приходим к конечной точке состояния Будды. Все школы приходят к этому. Если мы понимаем, что у нас одна и та же природа Будды, но разные пути, как разные дороги идут в один и тот же город, тогда можем сотрудничать. И это будет полезно, потому что мы можем, например, чему-то друг у друга научиться, помочь как-то друг другу. И главное — помочь другим людям просто быть свободными. То есть это, я говорю, не для красивого словца. Действительно быть свободными, потому что уметь сделать так, чтобы проблема даже не возникла в моей жизни, тем уже тянуться в это количество проблем и пытаться их решать без конца. И получить еще большие проблемы. Очень часто так у нас бывают. Когда я, например, обусловлен гневом, да, например, и начинаю уже с кем-то ругаться. И мне бы посмотреть и понять, что сейчас будет плохо и мне и другим. И, может быть, изменить свое поведение. Может быть, улыбнуться нужно больше человеку. Или сказать ему что-то более мягкое, а не следовать моей внутренней правде, которая закрывает весь обзор мне. Я даже не вижу, а что же собеседник передо мной, чего он хочет. И вот эта вещь, она очень драгоценна. Не следовать своему эго, как говорится в буддизме, а следовать ситуации. Следовать пониманию того, кто передо мной. И это сострадание. Это понимание того, что я не один в этом мире. Есть еще люди, и я их уважаю. Ну, просто-напросто. У нас сейчас в современном обществе иногда этого очень сильно не хватает. Сострадание и уважение. Очень важное качество буддизма. Это, по-моему, вообще самое главное того, чего у нас не хватает. Именно сострадание и уважение. Да, это очень важно. Но из ваших слов, вот, Александр, скажите, пожалуйста, как к вам относятся и вообще как-то вы сталкиваетесь с нашими священными служителями, здесь и с традиционной санхи буддийской России? Или вы не общаетесь, контактируете? Ну, то есть, мы не против любых контактов. Ученики Чугьял, Намкай, Нарбу. Но то, что нам, вот, например, удается, то, что вот у Чугьял, Намкай, Нарбу есть контакт с Ешелу Дуэм, который, например, передает учение буддийское. Это компетентный, квалифицированный мастер, который передает учение здесь, в Улан-Бурятии. У нас есть контакт между Чугьял, Намкай, Нарбу и Ешелу Дуэм. Они находятся в хороших отношениях. С другими нет, как-то не сложилось просто. Но так что получается, что вот таким образом. С некоторыми школами, например, Сагьял, Римпаче, которые вот являются тоже, у него в Англии свой центр, у нас тоже есть контакты, например, с одним из мастеров тибетского учения, который живет в Японии, Кирти Циншап, который вот был тоже вот учитель Далай-Ламу, тоже был какой-то контакт. Вот вы только первый раз за все время нашего разговора упомянули Далай-Ламу. С Далай-Ламу открывал институт Шамшунг Чугьял, Намкай, Нарбу, в Италии. Чугьял, Намкай, Нарбу, вырос и родился в Тибете. Но после китайской оккупации Тибета он оказался в Италии. И там он работал и жил. Он работал обычным преподавателем, профессором в университете. Одновременно с этим передавал учения Адзакчен. И когда с Далай-Ламой очень хорошие и теплые отношения, Чугьял, Намкай, Нарбу всегда поддерживает Далай-Ламу. Во всех начинаниях говорит, что Далай-Лама для тибетцев это основа. Он всегда об этом говорит. И Далай-Лама приезжал в Италию открывать институт Шамшунг по исследованию Тибета, который основал Чугьял, Намкай, Нарбу. Вот чем вы, Александр, объясните то, что сейчас очень большой, так сказать, интерес на Западе, в основном на Западе, да, к тибетской культуре, это одно, но и к буддизму, буддизму в общем. Я имею в виду, что на всех каналах и на всех радиостанциях говорят давно уже о том, что Ричард Гир, да, знаменитый колливудский актер, там, папа Ум и Турман, такие просто адепты буддизма. Вот ваше объяснение вот такому феномену, это должно так быть? Вы знаете, просто о времени, когда наука перешла к стадии постнеоклассической науки, да, так скажем, неоклассической науки, оно сделало очень много важных открытий в микромирии. Эти открытия в микромирии, что вся реальность не столь фиксирована, она постоянно изменяется. Вот этот стол, например, это набор частиц, которые постоянно движутся, они постоянно изменяются. И то, что мы видим на самом деле, это еще не факт, что стол существует так, как мы его видим. В буддизме с самого начала говорится, когда Будда изложил учение, он изложил четыре печати. Первая печать, все непостоянно. И когда западные люди заметили этот аспект, естественно, они обратили ученые западные, американские еще, а это обратило их в сторону буддизма, потому что там они могли найти ответы. Но если наука изучает это как внешний мир, буддизм изучал как это внутренний мир. Потому что основа — это мое восприятие. Кто все это воспринимает? Я сам. Буддизм шел к этому изнутри, а западная наука снаружи, так скажем. Да, западная наука изучала внешнюю материю, буддизм изучал внутреннюю, но результат получался похожий. Это был такой внутренний аспект сходной точки соединения буддизма с наукой. Поэтому Альберт Эйнштейн, как вы знаете, знаменитый ученый, который совершил переворот, говорил, что для современного западного человека буддизм может быть интересен. А что касается людей, которые, может быть, не заинтересованы в каких-то научных открытиях, буддизм дает очень точное понимание, что такое свободный ум. Как освободиться от некоторого разочарования в жизни, которое столь часто присутствует в настроении людей. Как обрести мир и покой одновременно, уметь помочь другим. Потому что люди так или иначе стремятся к счастью все равно. Но другое дело, что они иногда не понимают, что же такое счастье. Буддизм дает очень точный ответ на этот вопрос. Какой? Что такое счастье? Буддизм и счастье – это освобождение себя от конфликта, противоречивых эмоций. Нравится, не нравится. Хорошо, плохо. Приятно, неприятно. Понимание единой природы. Мы как бы смотрим на это не в плоскости, а в перспективе, в панораме. Это счастье, это бесконечная свобода ума человека. Это свобода. Счастье – это свобода. Но свобода не которая связана с распущенностью, а с ответственностью, с осознанностью. Я свободен, но я ответственный за то, что происходит. За то, что я сделал, я отвечаю. У меня есть ответственность за то, что я совершаю какие-то поступки. Но в то же время я свободен. Нет ли противоречия? Буддизм, мы знаем все прекрасно, одна из самых древних религий, на ряду, наверное, с юдаизмом. Самые древние религии, мировые, которые признаны, которые есть и будут, естественно. Противоречия, я имею в виду, основа религия – ислам. Не вступают какие-то противоречия с исламом, буддизмом? Вопрос несколько провокационный, вы можете на него не отвечать. Но, тем не менее, мы живем в одном мире, и от этого никуда не денешься. Вы знаете, вообще буддисты сами по себе принимают любую ситуацию. Они принимают любую ситуацию живых существ, которые идут к освобождению, которые страдают. Но иногда возникают какие-то, в истории возникали какие-то конфликты, например. Когда, например, вы знаете, что Средняя Азия, например, бывшего постсоветского пространства, она была буддисткой. И в Индии был буддизм, вы знаете, что именно вот вторжение мусульманское, оно прекратило. Буддизм там, и там появился ислам. Все буддисты были убиты просто. Это известный факт исторический. Но в то же время, те люди, которые исповедуют ислам, они люди, они стремятся к счастью. Нет, я просто неправильно, некорректно, наверное, это моя вина поставил вопрос. Я не имею в виду весь ислам. Я имею в виду то воинственное крыло, которое занимается терроризмом, проповедует там, неизвестно, что вот к этому. К такому, так сказать, такой ветви ислама. Какое отношение? Ну, вы знаете, те люди, которые исповедуют терроризм, в общем, они являются объектом сострадания в буддизме. Потому что они страдают. Но если они делают что-то негативное, то, естественно, это нужно останавливать. Но в целом буддист всегда руководствуется состраданием. Даже если это... Знаете, есть знаменитая история про Ангули Малу. Вы, наверное, ее знаете. Да, скажем. Был такой убийца, который сошел с ума. Он фактически стал буйно помешан. Ангули Малу. И он убил ему его наставник, не буддийский. Сказал, что для того, чтобы, так скажем, ему хорошо развиваться, нужно убить тысячи человек. И он и был 999, оказался тысячным Буддой. Он его встретил на свое счастье. И тут эта история описана в Сутре о мудрости и глупости. И он, в общем-то, его пытались этого Ангули Малу как-то убить, как-то захватить, но никому этого не удавалось. И он наконец-то увидел, наконец-то я сейчас тысячного человека убью, потому что у него остался один человек. И он побежал за ним и никак не мог догнать. Будда не ускорял шаг, Ангули Малу бежал и никак не мог догнать. И наконец, когда Ангули Малу возник только один вопрос, почему я не могу догнать, Будда повернулся к нему. И он уже забыл о том, что он хотел его убить, и спросил, а почему я не могу тебя догнать, хотя ты идешь, не ускоряя шаг, а я бегу. Потому что я давно стою, а ты идешь, а ты бежишь, сказал Будда. Стоять означает, что Будда освободился. Бежать означает, что этот человек мечется, как белка в колесе. И в итоге после этого разговора этот Ангули Малу обратился к знанию и стал пытаться практиковать что-то. Это был убийца-маньяк, так скажем. И Будда испытывал к нему сострадание. У Будды не было страха этого человека, как какой-то системы опасности. То, что он не руководствовался инстинктом выживания, которое предполагает в себя агрессивность, хватание, цепляние. Он руководствовался состраданием по отношению к этому разбойнику-убийце. Поэтому я думаю, что в целом Буддизм относится состраданием ко всем живым существам, в том числе и к террористам. Но только вопрос в том, если это угрожает другим живым существам, нужно принимать адекватные меры. А уже ситуация предполагает, мудрость ситуации для нас предполагает понять, какие меры мы примем. Хорошо. Сейчас весь мир, наверное, у нас в первую очередь, я имею в виду Россию, волнует то, что происходит сейчас в соседней, я бы сказал, братской, дружественной стране, Украине. Вот как вы оцениваете, насколько я понял, вы недавно были там, видели изнутри всю эту ситуацию. Вы как-то можете это прокомментировать? Вы знаете, вообще в Буддизме есть такое, я сейчас начну немножко издалека, а потом приду к конкретной ситуации. Есть такое понятие эволюции. Например, общество, это социум, состоит из единиц. Единицы, это люди, это каждый конкретный человек. И развитие начинается с меня самого. Почему у меня возникает агрессивное состояние по отношению к соседу, как Украине? Это важно, чтобы это было в образовании, в культуре. Почему я, например, западная Украина, я не люблю восточную Украину? Вместо того, чтобы броситься сразу и сказать, что вы плохие, а мы хорошие, нужно спросить, а почему эта мысль возникает у меня в голове? Ведь это же мои братья, такие же люди, так почему же я хочу их убивать? Вот в чем вопрос. И буддизм настаивает вот на этой эволюции, так скажем. Я начинаю с себя, если я сам умиротворен, мое окружение как-то отреагирует на это. Я смогу решить этот конфликт. Если же я буду обвинять других во всех своих несчастьях, я получу еще большие проблемы. То есть, в ответ на мою агрессивность люди ответят противоположно еще большей агрессивностью. И вот это непонимание в Украине и приводит к этой ситуации. Люди думают, что во всем, что с ними происходит, виноваты не они сами, а кто-то другой. И кто-то другой должен им дать что-то, что сделает их счастливыми. Но они должны сами разобраться со своей ситуацией в этом аспекте. Понимать, что если я сделал что-то плохое, ко мне оно и вернется. Если я хочу жить и ничего не отдавать, а только брать, у меня будет кризис. Тогда придет кто-то и заберет у меня то, что... Так ведь и получилось. Да, так и получилось. С Инуковичем и его командой так и получилось. Брали, ничего не давали, вот тебе, пожалуйста. Да, это вообще хороший пример, потому что не хватает состраданий. Я думаю, что ему столько и не надо было, сколько он убрал. Да, так скажем. Да, конечно. Даже, но нужно было вовремя понять, что люди, которые живут в его государстве, они также ходят на работу, у них также есть дети. И нужно давать пространство этим людям для развития, для жизни. Вот когда этот момент был упущен, произошел кризис, произошел конфликт. Но правда, люди ведь, видимо, в людях тоже есть это настроение, да, так скажем. В какой-то мере моя хата с краю, и чтобы только брать. А потом, а другая часть людей агрессивные, хотят захватывать. И все. И получается такой конфликт, который приводит... Самое плохое, что там гибнут люди. Это самый плохой момент. Конечно. Что уже и человека уже не вернуть в этой ситуации, уже человека не вернуть. И вот это самое плохое. И поэтому нужно все сделать, чтобы в Украине прекратился этот конфликт одних с другими. Чтобы люди как-то сели за стол и договорились. Мне кажется, вот это важный аспект. И кто это может сделать? Они сами или все-таки нужны какие-то посредники? Может быть, нужна помощь. Скорее всего, нужна помощь какая-то. Тех людей, которые, безусловно, уважаемы там. Да, так скажем. Которым люди доверяют. Конечно, нужна помощь. Но вообще, вы знаете, это система воспитания, нравственного воспитания людей. Это очень важный аспект. Может быть, и в школах это важно. Не догматическое воспитание, а свободное воспитание, нравственное. Не то, что меня заставляют быть нравственным. Не важно самому это понять. Вот буддизм... Ну так, простым языком говоря, буддизм не пытается ломить и навязывать какую-то историю. Он пытается сделать так, чтобы человек сам открыл это. Он предоставляет человеку возможность. И человек может это открыть, потому что это и есть его природа. У Будды было очень важное утверждение, что ситуация человека — это не проблема. Человек по природе своей хорош. Он по природе своей позитивен. Но он просто не знает об этом. И поэтому, стремясь к счастью, он получает несчастье, совершая негативные поступки, негативные действия. Он этого не понимает. И это вопрос нашего образования. Я несколько лет проработал учителем в школе. Вот, кстати, про образование. Как вы, как бывший учитель... Ну, бывших учителей, наверное, не бывает. Это я так, как учитель. Как вы относитесь к тем реформам, которые нам преподносят наше любимое правительство в сфере именно школьного образования? Я не говорю сейчас про высшее образование, про академию наук. Это именно школьное образование, где закладываются все основы будущих знаний, в том числе человеческого восприятия мира. Вы знаете, наверное, я бы хотел пожелать больше аспект гуманитарного образования. Не сводить все к тестам, вот к таким вещам, которые просто формальны. Более неформальным это сделать, чтобы человек развивался в гуманитарном плане. Чтобы он мог не только писать что-то на бумаге, и это явилось критерием оценки. Чтобы он мог что-то говорить, он мог что-то понимать. У него была способность коммуницировать и контактировать. Это очень важный аспект. Мне кажется, вот это, даже когда я учился, вот перешли на систему тестов, я преподавателем истории был. И дети совершенно не могли рассказать что-то. Они не могли общаться, не могли коммуницировать. Очень важный аспект, этот аспект коммуникации. Мне кажется, сейчас есть некоторый недостаток в этом, да, так скажем. Не некоторый, мне кажется, а огромный недостаток. Вот, и нравственное воспитание тоже очень важно. Потому что, помимо материальных ценностей, у человека есть еще и... Человек вообще состоит из трех основных компонентов, согласно буддийскому учению. У него есть тело, у него есть тело, ну, например, простой пример, что такое тело. Вот я иду по улице, да, например. Вот я иду, сам процесс движения — это тело, какие-то действия, которые я совершаю. У него есть еще речь, или энергия, или дыхание. Все это связано с тем, что я чувствую, когда я иду. Ум, есть ум, а ум, я знаю, как идти. И все эти три аспекта нельзя игнорировать. Если мы будем только на процесс, только на тело опираться, мы придем к тупику. Потому что мы не будем понимать, а зачем это все делать? А кто ответственен за это? А вот аспект нравственного воспитания тоже очень важен. Потому что хорошие действия порождают хорошие поступки, плохие — плохие. Если я кого-то обманул в бизнесе, я получу потом тоже последствия. Не только для себя, но для своего окружения. Ну, как президент Украины, собственно говоря, да, так скажем. Понимаете? И вот этот момент, человек, если он действительно хочет быть счастливым, даже эгоистически не хочет проблем, даже эгоистически, если у него умное эго, он будет уважать тех людей, с которыми он контактирует. Александр, ну, к сожалению, время нашей программы истекает, поэтому по традиции я предоставляю вам слово с обращением к нашим телезрителям. Дорогие телезрители, хочется пожелать всем мира, спокойствия и гармонии. Да, так скажем, что в ваших семьях, в вашей жизни всегда было счастье. Всегда была гармония. И для этого важный аспект, что эволюция или развитие начинается с нас самих. То есть нашего собственного понимания. И тогда мы можем помочь другим. И буддистское учение учит именно этому. Если кто-то хочет, например, немножко углубиться в это знание, я какое-то время буду здесь, и 11 числа, в 18 часов, в Национальной библиотеке я приведу более подробную лекцию на этот счет, и мы сделаем ряд занятий, в том числе и практических, для того, чтобы мы могли обнаружить как-то вот эту знаменитую нашу гармоничную природу. Вот можете, если вам интересно, присоединиться, потому что вход свободный на это занятие. Спасибо большое, Александр, и уважаемые телезрители. Я напоминаю, что в гостях программы «Открытый эфир» был Александр Гомонов, научный исследователь истории Тибета. Я Владимир Банчиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго, берегите себя, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова